Добрый вечер, друзья! Сегодня мы в студии Никвистей и продолжаем говорить о николаевском спорте. И сегодня у нас в гостях легенда николаевского бокса, кикбоксинга, заслуженный тренер Украины Николай Хаджиогло. Добрый вечер! Добрый вечер! Мы в конце 2016 года приезжали к вам на тренировку, когда у вас завершался этап подготовки сборной Николаева к чемпионату Украины по боксу, который проходил в Харькове. Тогда с вашими коллегами вы говорили о том, что очень сильно надеетесь на этот состав сборной и говорили о возможном хорошем результате. Как все в Харькове произошло и на то, что рассчитывали, действительно так ли это получилось? Скажем так, прогнозы оправдались. За одним исключением Виктор Славинский закончил выступление в любительском спорте. Буквально через пару дней у него будет первый профессиональный бой. Это его выбор, решение. А так команда выступила достаточно успешно. Скажем так, наши лидеры Максим Фатич стал вторым в своей весовой категории до 52 килограммов. Он в финале проиграл заслуженному мастеру спорта Заматаеву. Это призеру первых европейских олимпийских игр. Лидеру украинской сборной весовой категории до 49 килограммов. Он перешел в весовую категорию до 52 килограммов. Финальный бой был очень ровный. И, скажем так, коллеги мои, как бы, поощрение Максиму. Говорили, что Максиму бой не проиграл. Но факт остался фактом. Максим второй. Ну и настоящий подвиг в фурор навел Константин Довбыщенко. Это воспитанник Вознесенского бокса. Сейчас студент Харьковского университета. Заканчивал, кстати, это его второе образование. Провел четыре поединка. Причем в трех поединках одержал победу нокаутами. Оба спортсмена стали мастерами спорта. Буквально совсем где-то недели две назад вышел приказ, что наши ребята стали мастерами спорта. Вошли в состав сборной команды Украины. Мы знаем, что начался какой-то этап подготовки. И наши спортсмены уже приняли участие в одном из этапов подготовки. На сборах были. Буквально в начале января, 7 января, в Коломые, это Ивано-Франковская область, сборная Украины впервые собралась в новом составе. Три спортсменов. Три спортсмена было из города Николаева. Это Фатич, Довбыщенко и Андрей Новицкий. И, скажем так, тоже перспективный спортсмен во втором тяжелом весе. Мы надеемся, что и он тоже будет достойно выступать. И мы потягиваем его к этому уровню сборной команды. Это супертяж получается? Супертяж, да. Ну, а скажите, по большому счету, в сборной давно не было Николаевской сборной Украины спортсменов? Ну, после ухода Волкова, после ухода Деревянченко, после ухода Ключко, был определенный провал. Ну, это всегда так бывает, когда лидеры уходят, и немножко, когда акцентируется внимание на выступлениях вот таких спортсменов, очень часто бывает так, что вслед за ними нет достойных ребят. Ну, вот мы и говорим, права. Смена поколения. Да. Вот сейчас, на данном этапе, в различные сборные команды Украины входит пять николаевцев. То есть это уже достаточно много, и перспективы, ну, скажем так, нормальные, хорошие. Боюсь лазить. На Олимпиаду как-то смотрите уже? Вы потенциалили? Для этого и работаем. С пик выступлений любого спортсмена – это Олимпийские игры. Вот здесь немножко в прошлом цикле мы, скажем так, не попали на Олимпиаду. Максим Фатич буквально полшага остановился, когда зарабатывали лицензию. А Виктор Славинский действительно, то, что мы уже реально смотрим на те вещи, на прошедшие, к сожалению. Он бы мог вызывать, но по ряду причин он не попал на этот турнир. Ваши воспитанники, ну, частенько боксеры, да, заканчивают любительскую карьеру и переходят в профессионалы. Как вот у тренера? Это нормальный процесс? Или, может быть, где-то кто-то еще мог чего-то добиться большего в любителях и только потом перейти? Как вы это оцениваете? Процесс абсолютно нормальный. Если раньше в спорте, допустим, в китбоксинге, спортсмены могли совмещать и профессиональную, и любительскую карьеру, в боксе это было запрещено. Сейчас АИБА проводит такую политику, но у них свои лиги есть. Это ВСБ, где ребята выступают и готовят себя к профессиональной карьере. Ну, скажем, по Виктору Славинску, я просто понимаю, что человек, который себя провел максимально в любительном спорте, он будет рейтинг повыше иметь в профессионалах. Мы знаем, как долго шел Деревянченко, он сейчас пятый в рейтинге. Это уже достаточно высокое место, и мы надеемся, что очень скоро он будет занимать первые места и будет оспаривать титул чемпиона мира в своей весовой категории. Витя еще мог бы побоксировать. Ну, вот у него представился случай такой, он сказал, Петрович, я мечтал об этом с детства. И сказать ему нет, я не мог. Я прекрасно понимаю, что, может быть, путь к вершине будет тернистее, тяжелее, при условии того, если бы он себе заработал, ну, хорошее, громкое имя в любительском спорте. Ну, а получается, это же сложный этап. Нужно, чтобы кто-то заметил, кто-то пригласил, создал условия. Это же все-таки Лос-Анджелес. Ну, если так откровенно говорить, он поехал в такую команду. Я наводил справки. Это небогатая организация. И они поставили, они собирают сливки с наших, с постсоветских стран. Ребята приезжают на них, потом перепродают. Вот это у них бизнес. Я прекрасно понимаю, что Виктор может себя там найти, но достаточно-то будет, скажем так, тяжелые условия для него. Ну, вы сейчас сказали, наводили справки. Вы, естественно, как тренер следите за своими воспитанниками. И вот когда они заканчивают уже, может быть, и любительскую, и профессиональную карьеру в боксе, как потом складываются взаимоотношения тренера и подопечного, поддерживателей связи? Кто-то помогает боксу здесь, в Николаеве, может быть? Ну, в данном случае немножко сложно говорить. Вот с Виктором это первый случай, когда мой спортсмен, мой воспитанник уезжает без меня. Нам были предложения. У Виктора было проблемы тогда, когда он в Венесуэлу не попал на лицензионный турнир. Это были проблемы не только у него, с рядом ведущих спортсменов Украины. Скажем так, были предложения от итальянского клуба в Милане, кстати, на просмотр профессиональных боев. И с ним были готовы заключить. Мы должны были поехать на просмотр. Заключаем контракт. Я возвращаюсь, он готовится там дальше. И это была бы такая связь, вы поняли. Мы бы держали связь, может быть, иногда сессионно. Я бы выезжал туда на работу. А так Виктор выбрал свой путь. И естественно, что я там в Америке не нужен. Там у них своя кухня, свои правила. Поэтому мы держимся с телефона, переписываемся. Естественно, ему могут только пожелать удачи при его спортивном таланте. Он действительно такой мальчик, немножко везучий. Немножко. И думаю, что у него сложится. Он очень интересный, как боксер. Куда же в спорте без везения. Тем более тренер понимает, что такие шансы редко выпадают. И Виктор сам по себе интересный боксер, смотрибельный. Вот как раз в профессионалах он будет смотреться. Но вот те, кто ваши воспитанники, которые уже закончили с боксом, здесь, может, находятся в Николаеве сейчас. Как их взаимоотношения? Понял. Мы не довели, я сказал, в отличие от этого Виктора. А до этого Николай Ширяев. Это мой первый чемпион Европы среди профессионалов по кикбоксингу. Он сейчас работает в школе. У нас тесная связь. Мы нормально сотрудничаем. Он воспитывает молодежь. То есть мы находимся в постоянной связи. Игорь Павленко, двухкратный чемпион мира, также работает у нас в школе. И Игорь Павленко как раз закончил свою карьеру. Немножко, скажем так, он настолько был силен в те времена, что у него никто не попытался в течение пяти лет бросить ему вызов. Он ушел из активного спорта, профессионального, не отстаивая свой пикл. Да, не побежден. Мы знаем, что недавно состоялся турнир в Николавии. Там, по-моему, династия уже Павленко продолжает. Совершенно верно, да. У него сын... Рано, я боюсь, что-то немножко говорит. Там есть проблемы со здоровьем. И Владик выигрывает сейчас бои. Действительно, это вот красиво, убедительно. Он уже призер чемпионата Европы. Есть среди юношей определенный результат. Но я всегда учу и своих воспитанников, и своих воспитанников, тренеров, что результат нужно показывать не по юношам, а по взрослым. Там он наиболее ценен и оценивается зрителями, ну и болельщиками и так далее. Ну вот сейчас один из спортивных уже функционеров, знаменитый наш боксер Олег Машкин. И многие те, кто завоевывали, ну так скажем, медали для Николаева, для нашей страны. Сейчас вот он начальник управления. И в связи с этим вопрос, что многие помогают же в Николаеве сейчас боксу, кикбоксингу, развитию этого вида спорта. Ну, у меня не было проблем и с другими руководителями. Олегу очень близок бокс. Он волнуется, он действительно помнит те времена, когда он сам боксировал, на какой высоте был Николаевский, взрослый бокс. Мы вплотную с ним работаем. Все планы оговорим. Вот, допустим, буквально сейчас мы с ним работаем над тем, что мы проводим, возобновили турнир 68 десантников. Вот мы сейчас вплотную над этим работаем. Олег включился в работу. В этом году будет, да? Да, безусловно, и совсем скоро, и поэтому немножко у нас дефицит времени. Поэтому я постараюсь побыть в Николаеве до турнира, чтобы действительно успешно провести его, потому что турнир уже знаковый. Он всеукраинский, мастерский. То есть по результатам чемпиона нашего турнира в своих весовых категориях, они, если не имеют до этого звания мастер спорта Украины, им присваивают это звание. То есть это знаковый турнир. Ну и Олег, зная, как растут наши спортсмены, я уже оговорил, что Андрей Новицкий ездил, он ездил за счет, ну как вот, мы искали средства на него, для того, чтобы он поехал там, поучаствовал. Ну все знают, что сейчас в принципе в спорте в стране, поэтому необходимость. И в связи с этим еще вопросы, мы знаем, что вы говорили о том, что вот перед тем же чемпионатом Украины очень сильно помогли и в амуниции, и продолжаются переговоры о том, чтобы реконструировать у США-2. Вот об этом немножко хочется узнать. На каком этапе? На этапе, вот действительно, это, наверное, отдельная тема вообще передачи. И хотелось бы, чтобы Николаевцы знали, что мы действительно задумались сделать жемчужину, скажем, базу. Но это вы с Тарасом Кремнем обсуждали, да? Это совсем недавно. Да, да, да. И не то, что про буксовку. Вот здесь сейчас такая ситуация, что мы должны реконструировать вначале то, что у нас имеется, старые комплексы, а затем строить новую базу, новый комплекс, спортивный комплекс, который для Николаева был бы действительно... Мы прекрасно знаем, что сейчас фехтовальный зал. Но это сугубо зал для фехтования. Великолепный, лучше на Украине. Мы имеем надежду. Она уже немножко, я не говорю, что она морально устарела, но мне иногда стыдно бывает перед баскетболистами, когда мы проводим какие-то мероприятия. Я прекрасно понимаю, что мы воруем у них время. Время тренировок, время выступления иногда. Ну и принести тот же ринг, унести этот паркет. Да, да, да. И вот поэтому у нас есть желание построить комплекс. Уже есть рабочие проекты, комплекс. Тот такой, который будет действительно один из лучших на Украине. И где мы сможем проводить соревнования не только по боксу, но и по единоборствам. Бокс, кикбоксинг, борьба и так далее, и так далее, и так далее. Когда проводится это в родном городе, мы знаем, что большее количество участников, это большая реклама. Это действительно молодежь своими глазами видит, на кого можно быть похожим. Лучших спортсменов. Естественно, у них будет стремление заниматься в этом месте, в этом городе. Ну и со всеми последствиями. Кто-то уже включился в работу по помощи вам в этом проекте? Ну, Кремль, вы уже знаете. Действованную помощь оказывает Вадим Мериков. Ну, скажем так, пока мы не реконструируем старое, вот затем нужно будет включаться, потому что нужно будет искать инвесторов. Я прекрасно понимаю, что город сам, наверное, не потянет такую стройку.